Привет, дорогие зрители! Мошенники придумывают все более изощренные способы добраться до ваших денег. И сегодня я расскажу вам, как мошенники могут написать вам от имени вашего руководителя и что они вам будут рассказывать. С одним из мошенников мы специально ввели переписку до ее логического завершения. Сегодня я вам ее покажу. А пока я рекомендую вам подписаться на канал. Просто так, на всякий случай. Если у вас возникнет необходимость задать вопрос юристу, то ссылка на мои рабочие мессенджеры в каждом закрепленном комментарии под видео. Пишите, я на связи. А теперь поехали. Итак, однажды утром в телеграмм финансового директора моего клиента прилетает сообщение от генерального директора с нового аккаунта. Но фамилии и имя совпадают. Он здоровается и звонит, но его совершенно не слышно. Попытка перезвонить ему также заканчивается неудачно. Он письменно жалуется на то, что находится в дороге и начинает переписку. Как вы поняли, он знает, кому он звонит и знает, что просит. Заходит он, как говорится, с места в карьер. Говорит, что необходимо будет отправить 2 миллиона 900 тысяч рублей новому партнеру. Но деньги надо будет отправить на счет физического лица. К моменту получения сообщения о необходимости отправить деньги физику мы втроем, и я, и финансовый директор, и настоящий генеральный директор уже были на связи и приняли решение продолжить эту переписку. Мы, само собой, говорим мошеннику, что это не очень удобно, что лучше бы уточнить, нельзя ли перевести на счет ООО, неплохо бы получить назначение платежа, и мошенник обещает уточнить и быстро возвращается с хорошей новостью. Оказывается, это только первый транш на физика, а потом будет ООО. Мы продолжаем играть с ним и просим реквизиты. Мошенник пишет, что реквизиты сейчас отправят, а в назначении платежа просит указать погашение задолженности. Какой задолженности? Перед кем? Но мы не стали в это углубляться и продолжили. Не прошло и трех минут, как к нам прилетают реквизиты. Мошенник сам уточнил, не нужен ли нам скан паспорта, и выслал его. Это паспорт 19-летнего парня, откуда-то из провинции. На фотографии вообще совсем ребенок. Мы уточнили сумму, мошенник подтвердил ее и поручил нам сразу по факту оплаты направить ему платежку. Ему было обещано быстро все сделать, и на этом мы переписку решили закончить. Мошенник отправился в бан. С такой схемой я столкнулся впервые. Она достаточно редкая и малоперспективная. Как правило, главный бухгалтер, а уж тем более финансовый директор, как в данном случае, человек умный, последовательный и способный адекватно реагировать на ситуацию. Он способен анализировать ее и делать выводы. Есть куда более простая схема, по которой отрабатывают обычных сотрудников компании. Давайте вкратце и о ней расскажу. Начало абсолютно такое же. Вам пишет директор с неизвестного аккаунта. Иногда мошенники находят реального директора в мессенджере, воруют его аватарку. И вот какой диалог случился у одного из сотрудников моего клиента с мошенником. Как видите, здесь мошенник не пробует звонить. Он здоровается. В ответ на вопрос, а почему другой аккаунт, он уверенно пишет, что это его рабочий аккаунт. Отвечает вопросом на вопрос. И дальше начинает работать схема. Он пишет про некоего сотрудника из органов, который проводит проверку их компании, и у него вопросы непосредственно к этому сотруднику. В данном случае сотрудник сразу все понял и достаточно быстро прекратил общение. А вот одна из бывших сотрудниц другого моего клиента общение не прекратила. И с ней связался проверяющий. А потом уже совсем классика. Проверяющий рассказал ей о том, что она подозревается в финансировании, сами знаете кого. Он на ее стороне, и ее деньги в опасности, их надо перевести на безопасный счет. И как итог, минус 300 тысяч из бюджета женщины, для которой это астрономическая сумма. А еще они могут не обвинять вас в финансировании того, кого нельзя называть, а совсем по классике. Просто рассказать вам, что ваше сбережение в опасности. Мошенники отрабатывают конкретные списки сотрудников компании с персональными данными, слитые из одной из баз. И судя по моему наблюдению, базы достаточно старые, так как много людей, которые уже не работают в компаниях. Об этом мошенникам, естественно, неизвестно. Не важно, что это за базы, они сливаются регулярно. Давайте запомним базовые правила, которые диктуют нам жизнь с появлением этого нового способа мошенничества. Правило первое. Постарайтесь не паниковать и не торопитесь. Если не можете справиться с тревогой, обратитесь к коллеге или близкому человеку. Второе. Если директор пишет с неизвестного аккаунта, перезвоните ему по известному вам номеру. Третье. Никогда не ведите разговоры на финансовые темы с незнакомыми вам лицами, кем бы они ни представлялись. Не говорите, в каких банках у вас счета и сколько там денег. Четвертое. Никаких специальных, безопасных и лицевых счетов в Центробанке у вас нет. Пятое. Если вы будете подозреваться в финансировании того, кого финансировать нельзя, вам не станут об этом писать, за вами придут. Правило шестое. В Телеграме есть возможность отключить прием звонков и сообщений от аккаунтов, которые не являются вашими контактами. Но, к сожалению, за исключением премиум аккаунтов. А мне уже попадались мошенники и с такими. Так вот, этой возможностью тоже надо воспользоваться, если не уверены в себе. Друзья, многие из вас в комментариях под моими роликами о мошенниках пишут о том, как они любят над ними прикалываться, как они любят их троллить. Мошеннику абсолютно все равно, троллите вы его или нет. Ну, разве что совсем зеленые выходят на какие-то эмоции. Остальные просто кладут трубку и набирают следующий номер из базы. И номеров таких у них миллионы. Если даже один из тысячи звонков выстрелит, это уже будет успех и месячный KPI будет выполнен. Я надеюсь, друзья, что этот ролик был вам полезен. И, как всегда, вы можете вопросы по его теме задавать мне в комментариях. До новых встреч на канале. Субтитры подогнал «Симон»